Никола подталкивают, в том числе сообщениями о заложенных. Одна и та же методичка. На фоне попыток коллективного Запада выставить РФ государством, спонсором терроризма представители некоторых общественных и политических кругов РА прилагают максимум усилий, дабы угодить посольству США и не выпасть из упомянутой парадигмы. Посольство РФ не отреагировало бы на бредовые выпады членов партии, которая выросла из одноименной террористической группы, а также на заявления адептов Сороса относительно причастности Москвы к трагедии на ярмарке Сурмалу, если бы не осознание, что за этой русофобской истерией кроется направляющая и подстрекающая рука правящего режима. Российским спецслужбам доподлинно известно о давлении, которое Запад оказывает на Пашиняна с целью ускорить решение о кардинальной смене внешнеполитического вектора. Пока Никол тянет с решением, его будут поталкивать, в том числе сообщениями о заложенных бомбах. Российская депмиссия не могла направить ноту протеста партии Сасна Церер или фонду Сороса, ее адресат могло быть только Министерство иностранных дел, которое, разумеется, ни в чем РФ не обвиняло. Особо сведущие в дипломатии поборники режима поспешили объявить, дескать, ноту следовало направить тем людям, которые озвучили заявление о причастности Москвы к теракту на ярмарке. Один из таких поборников, член Совета партии Лусава Райастан Давид Хожакин на днях со знанием дела объявил, что нота посольства преследовала цель вынудить руководство РАК тому, чтобы заставить этих людей замолчать. После того, как Пашинян стал использовать Эдмона Мурукяна в качестве посла по особым поручениям, руководящий состав Лусава Райастан тиражирует, мягко говоря, не вполне адекватные заявления. Хожакин на днях объявил, что в оппозиции находятся только те, кто грабил народ до 2018 года, после этих слов от него можно ожидать любую чушь, включая высказывание, дескать, посольство РФ направило ноту в МИД, чтобы заставить Пашиняна предпринять действия, которые заставили бы замолчать, например, представителя Сасна Церер Сюзан Симоньян. После этого заявления Симоньян может вообразить себя как минимум младшей кузиной Маты Хари. Руководству российской дипломатической миссии не надо объяснять, что МИД под началом министра с прошлым турецкого агента по кличке Омега, так во всяком случае утверждают СМИ, не слишком озабочен новой волной истерии на тему якобы причастности российских спецслужб на ярмарке. В адресованной МИД ноте сведения, распространяемые на информационном пространстве, охарактеризованы как святотатство и ложные обвинения, а также как провокация, за которой стоят политические силы, заинтересованные в разрушении армяно-российских отношений. Еще раз повторю, что российское посольство не стало бы реагировать на тявкани членов партии террористов и выпады Саросовской агентуры, если бы не уверенность в том, что за этой истерией стоят власти Армении. Сравните заявление замминистра юстиции Украины Ирины Мудрой о том, что РФ спонсирует терроризм, с позицией представителя партии Сасна-Церер Сюзан-Симоньян, и вы поймете, что у обеих дамочек одна и та же американская методичка. Разница лишь в том, что Мудрая не очень довольна тем, что в случае признания РФ государством, спонсирующим терроризм, деньги, конфискованные у российских олигархов, останутся в США, а не поступят на Украину. России не нужен второй фронт на Южном Кавказе. Вопрос, зачем России мог понадобиться теракт в армянской столице в самый разгар специальной операции на Украине? Зачем РФ взрыв на Ереванской ярмарке в те дни, когда украинцы готовятся совершить аналогичные действия на Запорожской АЭС, чтобы списать на русских вину за ядерную катастрофу в центре Европы? Любой мыслящий человек, не зараженный русофобской истерией, непременно задаст себе эти вопросы. Ответ однозначен, России не нужен второй фронт на Южном Кавказе, зато он необходим коллективному Западу, который никак не может заставить Путина пойти на переговоры с учетом интересов Киева. В ноте посольства РФ легко разгадать подтекст с намеком на то, что Кремль отныне не считает руководство РА надежным партнером. Выражаясь точнее, правда вышла наружу, смена внешнеполитического вектора РА уже не секрет, все прекрасно понимают, что Сасна Церер и адепты Сороса транслируют не только позицию американского посольства, но и настроение главаря правящего режима. Организаторы истерии на тему российского следа явно рассчитывали на то, что в Армении есть силы, которые сразу переведут стрелки на Россию. Речь о силах под патронатом посольства США, которые с 24 февраля активно разыгрывают антироссийскую карту, пытаясь внушить армянскому народу, что Россия — спонсор терроризма, агрессор, союзник Азербайджана и Турции, а российские миротворцы по частям сдают арцах. Четыре года русофобские настроения насаждаются в нашей стране на самом высоком уровне. Будучи депутатом от оппозиции, Пашинян обвинил Москву в подстрекательстве азербайджанской агрессии 2016 год, его ближайшие соратники до захвата власти весной 2018 год были участниками всех антироссийских пикетов с требованием выхода Армении из ЕАЭС и ОДКБ. В разгар спецоперации на Украине, когда украинские нацисты готовят провокацию на Запорожской АЭС, а Запад пытается выставить Россию страной, спонсором, активизация антироссийских сил в Армении выглядит как часть единого сценария. Я говорил с Лениным, он не возражает. Сценарий включает также спекуляции вокруг продажи Азербайджану российского вооружения на сумму в пяти миллиардах долларов. Представители прозападных сил задают посольству РФ вопрос, не препятствуют ли факты продажи оружия армяно-российскому партнерству, о котором говорится в ноте дипмиссии. Четыре года и три месяца посольство РФ никак не реагировало на выпады русофобских сил, хотя поводов для реакции было с избытком. Впрочем, взрывы на ярмарке вызвали большой международный резонанс, а потому в этом контексте грубые выпады в адрес РФ не могли остаться без ответа. А разговоры о партнерстве изрядно запоздали. Армянское общество ускоренными темпами меняет отношение к России под прессом западной пропаганды. Это не значит, что мыслящая армянская публика поверила в версию теракта со стороны Москвы, но когда есть образ врага, то на него можно свалить все, включая итоги назначенной на 31 августа трехсторонней встречи в Москве Путина, Пашиняна и Алиева. Если российская спецоперация на Украине завершится успехом западной коалиции, то режим Пашиняна сразу изменит внешнеполитический вектор в сторону Запада. В Армении немало политических и общественных сил, которые призывают главаря режима сделать это незамедлительно. Пашинян находится под двойным прессом, и ему не усидеть на двух стульях, придется делать выбор с учетом всех последствий. России тоже приходилось делать подобный выбор, и далеко не всегда он был в пользу Армении. Мое мнение таково, что нельзя без конца лавировать между сторонами, нужно поддержать одну из сторон определенно, в данном случае, конечно, Азербайджан с Турцией. Я говорил с Лениным, он не возражает, из записки Иосифа Сталина Арджиникидзе, Москва, 8 июля 1920 года.